Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня снова видео-болталка. И эта болталка у меня по запросу. Я в одном из своих видео говорила о том, что у меня очень сильно изменилось отношение ко многим вещам, в том числе к своим близким, родным, к себе, не знаю, ко всему остальному. Я стала более позитивным человеком, более счастливым. Я себя действительно могу назвать, что я стала более счастливым человеком. Я стала менее замороченной, более легкой. И все в этом духе. Я могу сказать вам сразу, что я не психолог, я обычный человек. И некоторые вещи мне на самом деле очень сложно объяснить, почему произошло так или иначе, почему вдруг я посмотрела на все другими глазами. Но я постараюсь и, надеюсь, не буду сильно много болтать. Ну и давайте я уже начну. Конечно же, свое вот это вот изменение, мироощущение, наверное, можно так это выразить, у меня произошло после того, как я похудела. И первой, наверное, причиной, которую я могу выделить, это то, что я, конечно же, стала более уверенной в себе, в своей внешности. Это не то, что, знаете, я там стояла около зеркала и любовалась собой, поняла, что, блин, я такая красивая. Не из-за этого. Просто я увидела, что, несмотря на то, что вокруг меня многие люди делают вид, что я как была, так и осталась, что, не знаю, или я всегда была худой, я об этом тоже уже говорила, то есть никто не обращает на это внимания. Но это женщины. А вот мужчины, конечно же, они об этом не говорят, но я вижу, что они это замечают. И даже мой муж, он, хотя он говорит, что он меня и тогда любил, и сейчас он меня любит, но я вижу, что он поменял свое отношение, наверное, к моему телу. Я вот так вот это назову. Это выражается во многих вещах в том, что я стала получать больше комплиментов от него. Я стала, не знаю, он меня постоянно носит на руках, в прямом смысле этого слова, да. И он как-то, ну, это видно по мужчине, да. Он как-то и говорит больше таких комплиментов, связанных в том числе с моей внешностью. Поэтому это, конечно, тоже подымает очень сильно самооценку. Также со мной стали знакомиться на улицах, точнее пытаться познакомиться на улицах другие мужчины. Даже, причем везде, причем практически постоянно. Даже у меня был такой случай, когда со мной пытался познакомиться мужчина. На светофоре я стояла, он стоял рядом на своей машине. Он даже долгое время за мной ехал, как-то мне сигналил, мигал, пытался, чтобы я остановилась, улыбался, махал там ручками и так далее. Я уже, кстати, на тот момент даже подумала, что у меня что-то случилось с машиной. Но нет, он просто хотел познакомиться со мной. И, конечно, вот это все, оно придает уверенность в себе. Вот на самом деле уверенность в своей внешности. Уже идешь с более расправленными плечами, уже гордость себя несешь, можно так выразиться. Также, когда ты идешь в магазин и покупаешь то платье, которое тебе понравилось, более того, ты его одеваешь на себя и видишь, что оно хорошо сидит, а не так, как раньше, когда мне очень нравилось какое-то платье, и, допустим, это платье было обтягивающим, и я его одевала и понимала, что здесь у меня складки, здесь у меня складки, здесь у меня живот торчит, и платье уже не смотрится так красиво, как оно могло бы смотреться. Или, когда заходишь в магазин, и тебе говорят, девушка, извините, но на вас здесь размеров нет. Конечно, вот такие моменты, они не могут дать, не поднимут настроение, не могут дать некую такую уверенность в себе. Уже выходя из таких магазинов, я шла такими с поникшими, скажем так, плечами, и не придавала мне это настроение. То сейчас, конечно же, да, я могу прийти в магазин, и купить любое понравившееся мне платье, и, ну, это просто, это реально круто, девочки, это реально. Вот я не знаю, многие говорят, что внешность не главное, но я могу сказать, что для женщины, мне кажется, внешность играет большую роль. То, как она себя ощущает. Когда вы идёте по улице и ловите взгляды других мужчин, да, восхищённые взгляды других мужчин, конечно же, вы уже по-другому себя несёте по этой улице. Вот, поэтому, конечно, у меня всё началось именно с моей внешности, именно с тем, что я похудела. Конечно, у меня не идеальное тело, и вообще я сама не идеальная, и есть ещё к чему стремиться, и что, над чем работать. Но всё же, в общем, я собой очень сильно довольна своей внешностью, и это, конечно, даже с утра, когда я встаю на весы, или когда я одеваю что-то и смотрю на себя в зеркало, ну, я не могу сама себе не улыбнуться. От этого и настроение на весь день, да, от этого уже и другое ощущение вообще полностью дня. Ну, и также, конечно, ко мне пришло такое некое осмысление того, что вот я всё могу, вот честно. Пусть это прозвучит слишком самоуверенно, но я действительно всё могу. Если я смогла себя довести, своё тело до такого состояния, то есть до того, как я начала худеть, да, если я смогла, и при этом я смогла довести своё тело до нынешнего состояния, то я смогу многое. И это ещё, конечно же, придаёт уверенности уже на любые какие-то жизненные ситуации, любые проблемы, любые, не знаю, какие-то желания, цели, смотришь уже совершенно по-другому, уже более уверенно идёшь и с более высоко поднятой головой. А также, знаете, пришло такое понимание ко мне, я не знаю, откуда оно взялось, честно, но я думаю, тоже вот из похудения это идёт, того, что всё в моих руках, что я могу много что решать сама, да, я могу решать, быть несчастливой или нет, я могу решать, как мне относиться к той или иной ситуации. и из-за того, что я, в принципе, то есть встаю с утра и сама себе улыбаюсь, и есть хорошее настроение, то хочется самой себе как-то настроение это поддерживать, что ли, да, хочется улыбаться, хочется быть весёлой, смеяться, и, соответственно, постепенно вот у меня как-то поменялись какой-то мысли на какие-то другие темы, да, то есть, например, идёт на улице дождь, да, и я могу решить сама для себя радоваться мне дождю или огорчаться. Я могу сама для себя решить, расстраиваться мне по какой-то ситуации или нет. и я поняла, что на самом деле я могу уходить практически всегда в позитив. Я, возможно, из-за того, что я уменьшила порцию в еде, да, но я поняла, что я могу наслаждаться едой, тем небольшим количеством, которое есть у меня, я могу получать от этого удовольствие. И когда я получаю удовольствие от своей еды, я получаю, у меня повышается настроение, и я себя лучше чувствую, более увереннее чувствую, и мне более комфортно, да. И это постепенно перешло на какие-то другие моменты в жизни, да. Вот приведу такой пример, да. Например, мои дети, они знают, что я очень люблю цветы, и они вот когда где-то гуляют, бегают, они, бывает, находят какие-то полевые цветочки, сорнячочки, да, и приносят их мне со словами, мама, мы тебе нашли цветочки, нам, мама, цветочки. И бывает такое, что они срывают эти сорняки вместе с корнем, да, и вместе с землей, вот так вот мне прямо и тащат в дом, и, бывает, кладут на обеденный стол. И у меня два пути, да. Первый — это разозлиться, наорать и сказать, что какого вы вообще принесли мне эту грязь домой, положили на обеденный стол, мне теперь нужно мыть скатерть, или я только помыла скатерть, и так далее, и тому подобное. И или порадоваться, что мои дети пытаются доставить мне удовольствие. Так вот я выбираю второй путь. Я реально выбираю вот путь того, чтобы радоваться даже вот таким мелочам, да. Вот вроде бы как бы мелочь какая-то, да, причём они могут при этом бежать ко мне и ругаться, кто первый донесёт всё это, может быть, с криком, с шумом, с гамом, я не знаю, пока могут бежать, могут упасть несколько раз там и так далее. Но я беру эти цветы, обрезаю эти корешки, вытираю стол, ставлю в вазу, целую своих детей, говорю им спасибо. И улыбаюсь при этом. И мне кажется, это круто ко всему относиться с каким-то, не знаю, позитивом, да. Также хочу привести такой пример. У меня есть одна знакомая, которая, ну вот мы с ней там иногда встречаемся, и вы знаете, она всегда недовольна отношениями с мужем. И вот мы как-то с ней разговаривали об этом, и она мне сказала, что вот они поругались туда-сюда, и муж ей сказал, ты знаешь, мне так достало вот это всё, я так хочу лёгкости в отношении, я так хочу, чтобы ты была счастливая, но ты постоянно ворчишь. И она мне говорит, ну как я могу быть счастливой, когда он палец о палец не ударил, чтобы сделать меня счастливой? И вот здесь вопрос, а почему кто-то должен делать вас счастливым? Это, наверное, знаете, такое из детства, из сказок, когда должен прибежать, прискакать принц на белом коне и счастливить вас. Ну в жизни же всё по-другому, и мы об этом прекрасно знаем. Почему нельзя, я не знаю, вот приходит муж с работы, и просто улыбнуться ему, улыбнуться и сказать ему привет, поцеловать, обнять его, сказать, что вы ждали его, когда он придёт с работы. Вроде бы вот такие простые мелочи, но мне кажется, они делают нашу жизнь более позитивными, порадоваться тому, что на улице солнце, вот многие очень, также вот питерская наша погода, в Питере нормальная погода, это дожди, это серость, это слякоть, и в этом году у нас очень хорошее лето, у нас весь июль стоит, ну для Питера это жара, 27-28, сегодня вообще 30 градусов, дождей практически нет, я очень много начинаю слышать от женщин, что какой кошмар, такая жара, невыносимо, и вообще не знаю, невозможно здесь в Питере жить, и этот же человек, когда начнутся дожди, будет говорить, что невозможно жить в Питере, потому что идут постоянно дожди, то есть ко мне пришло как раз таки понимание, что я сама могу решать, быть ли мне счастливой или нет, и соответственно, как относиться к тем или иным ситуациям, относиться к ним как к чему-то положительному, или как к чему-то отрицательному, но очень много я вижу женщин, которые, у них постоянно отрицательное все, вот вроде бы все хорошо, есть муж, есть ребенок, там не работаешь, да, или есть наоборот любимая работа, и есть достаток в семье, есть машина, там есть какие-то блага, и при этом женщина говорит, что она несчастлива, почему? Почему несчастлива? Потому что она сама так относится, и вот ко мне пришло понимание, что я могу сама относиться к жизни так или иначе, что я сама могу выбирать, быть счастливой или несчастливой, и именно поэтому я стала, ну, я не знаю, я стала больше улыбаться, я стала больше находить в каждой ситуации какую-то позитивную сторону, и как-то, я не знаю, радоваться каждому дню, получать удовольствие от всего, что есть вокруг меня, пить кофе, да, и получать от него удовольствие. Очень многие меня ругают за то, что я выпиваю там 2-3 кружки кофе, но я получаю от этого удовольствия. Это поднимает мое настроение, потому что бывает вот, да, у нас там дома какие-то дела, дети туда-сюда, мы все в бегах, в заботах, и сделать вот этот вот 5-минутный перерыв с кружкой ароматного кофе для меня это просто кайф, честно я вам признаюсь. Но этот кайф, я не жду, что он ко мне придет, где-то свыше там на меня упадет луч, а я понимаю, что это кайф, то есть я пью это кофе, я вдыхаю аромат, я делаю это медленно, я понимаю, что мне вкусно, мне приятно, мне ароматно, да, и я замечаю положительные стороны в любых моментах, да, я стала их замечать, потому что, ну вот, пришло какое-то вот такое сознание, я честно не психолог, я не могу его как-то выразить одним словом, я не знаю, я не читаю никакие психологические книжки, психологические термины, тем более не готовилась никак к этому видео, поэтому я говорю так вот, как оно у меня есть, как я это все ощущаю и так далее. Конечно же, я бываю злой, конечно же, конечно же, я бывает ругаюсь, конечно же, я бывает испытываю какие-то негативные эмоции, а все потому, что я не сдерживаю свои эмоции, то есть у меня нет такого, вот мне что-то не понравилось, я такая, и все, на неделю, да, нет настроения, нет, я говорю тут же, мне это не нравится, да, и я могу сказать, что мои родные муж и дети, они, когда, если видят, что мне что-то не нравится, они стараются исправить это, потому что им нравится больше, когда я улыбаюсь, но это нравится всем, всем людям нравятся позитивные, позитивные люди, да, масло масляное, но это действительно правда, но только я не играю в эту правду, да, я ее действительно чувствую, действительно ощущаю, я действительно понимаю, что так мне комфортней, ведь, ну, всю жизнь плакать и печалиться, если на то нету веских причин, я не вижу смысла, я наоборот считаю, что всю жизнь нужно радоваться тому, что у вас есть руки, ноги, у вас есть дети, я не знаю, муж, еще какие-то блага, ведь этому действительно можно нравиться и благодарить, да, за это кто-то себя, кто-то Бога, кто-то, я не знаю, кого-то еще, но это действительно так, это действительно правда, и, конечно же, после того, как я стала такой более позитивным человеком, и на самом деле отношения с детьми, отношения с мужем, они изменились, муж уже, не знаю, торопится домой, он, если что-то у меня вот происходит такое, я ему говорю, вот у меня сегодня испортилось настроение, из-за того, что там я пошла, и вот это у меня отвалилось, и вообще я больше так не могу, и не могу туда ходить, и вот начинаю как-то вот все это говорить, но опять же, я не ругаюсь, я не ору, я просто говорю, что мне это испортило настроение, да, и мой муж идет, ищет эту полку, я не знаю, или еще что-то, потому что он не хочет, чтобы у меня было плохое настроение, и, соответственно, и дети тоже самое, да, они реально, ну вот как-то даже не хотят что-то такое делать, да, как-то хулиганичать специально, чтобы у меня испортилось настроение, да, не потому что я такая королева, а потому что когда у женщины в доме хорошее настроение, то и вся семья счастлива, да, если женщина счастлива, то и вся семья счастлива, и я считаю, что именно женщина должна дарить счастье, она не должна его где-то ждать, что кто-то ей принесет, кто-то там, я не знаю, что-то сделает, и она от этого начнет улыбаться, мне кажется, женщина, она должна вообще в принципе улыбаться, потому что женщина — это и есть счастье. я надеюсь я рассказала все то что хотела рассказать скажем так я еще раз повторюсь что я не психолог и многих терминов не знаю не могу как-то так вот как-то сильно проанализировать эту ситуацию но могу сказать что счастье мне приносит две вещи первое это мое тело то есть моя внешняя оболочка как я выгляжу то что я ношу то не знаю даже как я говорю и так далее и тому подобное и второе это нахождение положительных моментов в каждой ситуации радуюсь мелочам радость жизни и когда выглядывает солнышко я ему радуюсь когда идет дождь я ему радуюсь когда что-то происходит я всегда стараюсь найти в этом положительный момент и всем того желаю я на самом деле иногда даже очень сильно удивляюсь почему люди не видят не видят того что можно просто радоваться солнышку что на самом деле вокруг сплошная красота и не все не так плохо как может показаться на первый взгляд я надеюсь вам понравилось такое видео обязательно оставляйте свои комментарии напишите мне свое мнение по этому поводу а я желаю вам оставаться всегда красивыми и позитивными счастливыми и любимыми всех люблю целую и до новых встреч